Стабилизация, восстановление и рост. Таковы три опорных пункта общенационального плана восстановления экономики. Но как эти плановые показатели соотносятся с фактическим положением дел в стране? Что нужно сделать, чтобы экономика росла? И каков вклад в этот процесс ТПРФ? ТПРФ об этом будем говорить сегодня. В эфире программа интервью. Меня зовут Ольга Солоницына, а мой гость – вице-президент ТПРФ Дмитрий Корочкин. Дмитрий Николаевич, здравствуйте. Рады видеть вас в Тюмени. Давненько вы у нас не были, лет пять назад, по-моему. Да, последний раз пять лет. За это время у нас в Тюменской области очень много чего происходило. Какие интересные ключевые события попали в поле вашего зрения как вице-президента крупнейшего объединения предпринимателей в России? Ну, я прежде всего хотел бы действительно подчеркнуть, что мы работаем со всеми регионами, со всеми отраслями. И с Тюменской области работаем очень плотно все время. Вот я 10 лет уже практически занимаюсь вопросами привлечения инвестиций. И, соответственно, с предприятиями Тюменской области мы работаем плотно. В частности, с предприятием «Фармосинтез», который уже четыре проекта по линию фонда развития промышленности осуществил. Я могу сказать, что несмотря на то, что меня пять лет не было, я все это время как бы присутствовал незримо. Особенно мы наблюдали за строительством мощных промышленных предприятий в Тобольске, за ПСИП «Нефтехим». Огромное количество предприятий в это время появилось. И для нас это тоже постоянное большое поле деятельности, потому что мы как раз занимаемся... Ну вот я, как вице-президент, отвечающий за, скажем так, реальный сектор экономики, постоянно нахожусь в движении, постоянно посещаю предприятия. И с той целью, чтобы определить те проблемы, в решении которых мы, как система ТПП, могли бы быть полезны. Потому что система ТПП огромная на сегодняшний день... 200 палат, если не ошибаюсь. 178 палат, у нас свыше 200 отраслевых объединений, ассоциаций, 54 тысячи членских организаций, большое количество загранучреждений. Можно долго перечислять, но это не для того, чтобы показать, какие мы велики, а для того, чтобы выявить тот потенциал, который можно поставить на службу предприятиям, в том числе предприятиям Тюменской области, что мы, собственно, и делаем. Ну, вы знаете, в этом смысле, в этом ключе, ваше пятилетнее отсутствие, может быть, даже хороший знак, в том плане, значит, не было каких-то проблем, которые требовали бы экстренного вмешательства, в том числе и палата федерального уровня. Ну вот 189 региональных палат, нам, конечно... 178. 178. Нам, конечно, очень хочется понять, на каком счету наша Тюменская региональная торгово-промышленная палата. ТПП Тюменской области является одной из лучших не только в Уральском федеральном округе, но и вообще в системе ТПП по целому ряду показателей, и она является одной из наиболее активных палат, которая постоянно выдвигает новые проекты, новые направления работы, новые услуги, которые оказываются предпринимателем и постоянно активно заявляет о себе. И радует также, что она постоянно работает вместе с администрацией, и вот эта синергия, она очень заметна. А вообще у торгово-промышленных палат в регионах, какой KPI, да, говоря языком бизнеса, по каким критериям оценивается эффективность? Понятно, что не по бурлению и не по уровню кипучести деятельности, а по каким-то вполне измеримым результатам. ТПП России, ну, во-первых, я хотел бы сказать, что это довольно сложная система, она существует и на федеральном, и на региональном, и на муниципальном уровне. У нас около 100 муниципальных палат, то есть практически в каждом городе, тем более в крупном промышленном центре, всегда есть торгово-промышленная палата. Естественно, их функции отличаются, но неизменным остается защита интересов предпринимательского сообщества, оказание услуг предпринимателям. В целом, если говорить по системе, это до 500 различных услуг, которые мы оказываем предпринимателям. Реально, конечно, каждая отдельно взятая палата ограничивается, скажем так, несколькими десятками, но, повторяю, в целом, по системе это достаточно внушительный перечень услуг. Часть из них является эксклюзивными, то есть кроме нас их никто не оказывает. Это сертификаты происхождения. Вот сейчас в свете реализации промышленной политики сертификаты СТ-1, которые подтверждают, скажем, российскость происхождения того или иного товара, той или иной промышленной продукции, которая позволяет пользоваться целым рядом льгот. Эта функция делегирована нам Минпромторгом. Мы, в свою очередь, делегировали это право 41 региональной палате, в зависимости от того, какой экспертный потенциал накоплен в той или иной палате, насколько она может соответствовать тем высоким требованиям, которые предъявляются государством. Сертификаты происхождения, целый ряд услуг, повторяю, оказываются только торгово-промышленными палатами, и в этом одно из наших преимуществ. Ну и не надо забывать, что бренд торгово-промышленных палат, он широко известен во всем мире, и это дает дополнительные преимущества в общении с нашими зарубежными коллегами, продвижении нашей продукции на новые рынки. В целом, внешнеэкономическая деятельность, поддержка экспорта занимает очень видное место в деятельности торгово-промышленных палат. Отдельный, наверное, большой блок вопросов мы экспорту посвятим, а сейчас хотелось бы все-таки вернуться к вкладу торгово-промышленной палаты в развитие предпринимательства в России. Вот эта цель, безусловно, благая, но ее заявляют многие институты развития предпринимательства, много у нас всяких структур. Вот на этом фоне чем еще выгодно выделяется торгово-промышленная палата? Мы понимаем уже, что некие функции делегированы, уникальны, и только вы это можете делать. Какие еще у вас есть уникальные инструменты, которых нет у других институтов власти, нет у общественных институтов других? Я бы сказал, что наша уникальность именно в сочетании, потому что в отличие от других деловых объединений, которые, скажем, больше акцентируют свое внимание на защите крупного или наоборот малого бизнеса, Мы являемся, с моей точки зрения, наиболее универсальной организацией, которая защищает интересы как крупного, так и среднего и малого предпринимательства. Действует, как я уже сказал, на федеральном, региональном и муниципальном уровне. Мы активно принимаем участие в оценке регулирующего воздействия, а сейчас и оценке фактического воздействия. То есть на дальних подступах уже наши эксперты анализируют те проекты нормативно-правовых актов, которые потенциально могут нанести ущерб или создать дополнительные барьеры для развития предпринимательства. Для нас это очень важно, и могу сказать, что до трети примерно проектов МПА по требованию бизнеса так или иначе уходят в корзину. Мы считаем, что это, в общем-то, тоже серьезный вклад. Здесь я, кстати, не хотел бы, что называется, тянуть одеяло на себя, и как раз хотел бы подчеркнуть, что мы являемся частью большой команды. Мы действуем согласованно и с другими деловыми объединениями, безусловно, с органами власти, с аппаратом правительства, с профильными министерствами, с профильными комитетами и комитетами Государственной Думы, Совета Федерации, Агентство стратегических инициатив, того же Фонда развития промышленности, о котором я уже говорил. И здесь мы выполняем свою роль, и вот тот универсальный характер нашей деятельности, о котором я говорил, он позволяет нам выступать достаточно активно. Понятно, что в прошлом году у ТПП, как и у всех, наверное, организаций, связанных с бизнесом, была одна большая задача, как можно более минимизировать экономические последствия, связанные с пандемией. Вот что конкретно удалось сделать ТПП, а что, может быть, не удалось, что, может быть, перенеслось на какую-то ближайшую перспективу? Ну, во-первых, должен сказать, что на нас выпала особая роль и особая ответственность, именно связанная с тем, что мы оказываем ряд эксклюзивных услуг, в частности, подтверждаем форс-мажорные обстоятельства, и все наши структуры, как на федеральном, так и региональном уровне, были буквально завалены соответствующими требованиями, соответствующими письмами. В среднем этих вал, этих документов превышал обычные нормы 15-20 раз. То есть эта работа шла буквально круглосуточно. И наша федеральная палата занималась только внешнеторговыми проектами, у нас есть определенное разделение компетенций, а наша региональная палата всеми внутренними контрактами. Это огромная работа, которая потребовала неимоверное количество времени, сил. Наши сотрудники были очень сильно перегружены на работы. Но в данном случае я не хочу перегружать вас огромным количеством цифр, они очень внушительные. Но это вот тот вал, с которым мы столкнулись в апреле-майе прошлого года. Мы полагаем, что вся внешнеэкономическая деятельность, она на столах юристов ТПП РФ лежала. Можно ли сказать, что пандемия откинула экспортную часть нашей экономики к изначальным каким-то состояниям? Насколько сильно мы просеяли, сколько времени и какие главные меры ближайшие помогут выйти на хотя бы какой-то допандемийный уровень? Наверное, о росте пока нет смысла даже говорить. Ну, безусловно, был нанесен огромный ущерб по понятным причинам. Но должен сказать, что он очень сильно отличается в зависимости от отрасли, от региона. Есть и те отрасли, которые вообще не просели, как это ни странно может показаться. Это как-то, например, Натя Калыч? Нет, ну, та же, например, пищевка, пищевая промышленность. То есть вот такие вещи бытовые, которые связаны с удовлетворением повседневных каких-то потребностей. Если говорить об электронной торговле, электронной коммерции, то там был рост порядка 15%. То есть, в общем-то, везде ситуация была подвижной. И, скажем, спад в одних секторах или сегментах рынка, он компенсировался ростом в других. Еще возвращаясь к моментам, связанным с пандемией. Конечно, многое было отдано наутку регионам. Какие-то меры поддержки приходили сверху. Но, тем не менее, несмотря на весь объем государственной поддержки, которая оказывалась бизнесу, были и достаточно часто такие мнения, что делается мало, делается недостаточно, делается не то, делается не для тех, делается для избранных. Вы наверняка сталкивались с такими мнениями. Как бы вы могли эти мнения прокомментировать? Уж поскольку они достаточно часто звучали, хотелось бы вашу позицию тоже по этому вопросу узнать. Ну, как я уже сказал, очень многое зависело от той или иной конкретной ситуации в отрасли или в конкретном регионе. Нельзя сказать, что все эти прозвучавшие претензии, вопросы были необоснованными. В целом, можно сказать, что те события, с которыми мы столкнулись в апреле-майе прошлого года, были очень серьезной проверкой на прочность. Причем всех сверху донизу, и федеральных властей, и государственных. Кто-то с этим справился, кто-то нет. Соответствующие выводы в кадровом отношении были сделаны. Вы видите, что идет очень большая динамика в части обновления кадрового состава органов управления, потому что действительно вопросы эффективности государственного управления, вопросы слаженности действий власти и бизнеса, насколько действия власти хорошо продуманы, хорошо скоординированы. Да, и диалог-то там некогда устанавливать. Если он был, значит, поехали. К сожалению, не всегда этот диалог был обеспечен, несмотря на все наши усилия. Но я могу сказать, что мы сделали максимум. Мы, начиная с апреля прошлого года, провели десятки сеансов видеоконференц-связи прямых между нашими предпринимателями и между Банком России, между Федеральной налоговой службой, Минпромторгом, Минздравом, Росздравнадзором, Роспотребнадзором. И всеми соответствующими службами. И это было очень важно. У нас были запущены проекты многими нашими региональными палатами, которые назывались «Стоп паника». Потому что нужно было просто для начала успокоить людей, показать, что вся ситуация находится под контролем. И с властями можно и нужно вести диалог. Вы знаете, еще очень интересно, торгово-промышленные палаты, они же есть практически во всех странах Европы. Так вот, в торгово-промышленной палате Российской Федерации легче работать, чем, например, в торгово-промышленной палате Швейцарии. Но этот вопрос я буду задавать вам после рекламы. Друзья, это интервью, не переключайтесь, дальше еще интереснее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова